Крупные провокации не раз использовались или организовывались самими Соединёнными Штатами для начала военных действий. И началось это не вчера и даже не позавчера, рассказывает Александр Терентьев. Провокация первая. Куба. 1898 год. «Подлые испанцы взорвали наш корабль. Это повод к войне», – писала американская газета New York World в 1898 году. Броненосный крейсер Мэйн, находившийся неподалёку от берегов Кубы, которая была тогда испанской колонией, разлетелся на куски. Погибли 266 человек. В американском обществе поднялась настоящая буря. Страна распевала патриотическую песню «Помни о Мэйне». И в итоге президент США Уильям Макинли объявил войну Испанской империи. Когда в 1910 году крейсер Мэйн подняли на поверхность, выяснилось, что в его корпусе нет никаких пробоин от мины. Историки убеждены, взрыв был организован самими американцами. Это была провокация, рассчитанная на то, чтобы втянуть Америку в войну с Испанией, в результате которой под протекторат США перешли Куба и Филиппинские острова. Провокация вторая. Перл-Харбор. 1941 год. Существует версия, что и нападение на Перл-Харбор было спровоцировано президентом Франклином Рузвельтом, который понимал, что американское общество настроено против вступления США во Вторую мировую войну и пытался переломить ситуацию. По этой версии американская разведка загодя располагала сведениями о движении японской эскадры к Тихоокеанской базе США и даже знала точную дату атаки. Поэтому лучшие корабли, в том числе мощные американские авианосцы, были выведены в открытое море. На базе остались лишь устаревшие линкоры, построенные во время Первой мировой. Рузвельт заманил японцев, то есть он всеми силами усиливал в Японии партию войны и в конце концов просто заманил на Перл-Харбор японскую авиацию, просто как мышь на сыр в мышеловке. Интересно, что практически все последние американские войны начинались с искусственной провокацией. Мы можем вспомнить Вьетнам, якобы атаку вьетнамских катеров, эпизод в Танкинском заливе. Мы можем вспомнить Ирак и пробирку. Провокация третья. Танкинский залив. 1964 год. Спектакль, поставленный США в Танкинском заливе в 1964 году, выглядел уж совсем неправдоподобно. Торпедные катера Северного Вьетнама ни с того ни с сего атакуют американский эсминец Медокс, находившийся в нейтральных водах Индийского океана. Причем происходит это в кромешной темноте. Ханой тут же обвиняют в вероломном нападении. Конгресс США в едином порыве принимает так называемую Танкинскую резолюцию, которая предоставляет президенту Линдону Джонсону право вести необъявленную войну против Вьетнама. Позже Джонсон лицемерно сетовал. Очевидно, мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле. На самом деле и сам Джонсон, и его спецслужбы это прекрасно знали. Танкинская провокация позволила развязать десятилетнюю страшную войну, в ходе которой целые деревни выжигались на Палмах. Были убиты 53 тысячи американских солдат и 3 миллиона вьетнамцев. Провокация четвертая. Босния. 1994 год. Вмешательство США и НАТО в Балканские войны 90-х годов также стало возможно благодаря сфабрикованным обвинениям. Вот что предшествовала операции НАТО «Обдуманная сила», которая была направлена против боснийских сербов, осаждавших Сараева. В 1994 и в 1995 году произошли два совершенно одинаковых, по своему сценарию, взрыва на рынке Маркалы. И когда первый случай произошел, и начались бомбежки натовцев сербских позиций, и все это хорошо прошло, и общественности было воспринято без какой-либо критики, то в 1995 году даже не меняли сценарий. Тот же самый рынок, тот же самый взрыв опять обвиняют сербов, и опять готовится крупномасштабная двухнедельная бомбардировка НАТО сербских позиций. Провокация пятая. Косово. 1999 год. А вот поводом для бомбежек Сербии в 1999 году стали не взрывы, а инсценировка массовой резни в косовском селе Рачек. Западные СМИ возмущались злодейским убийством мирных жителей, которое якобы было санкционировано кровавым режимом Милошевича. Но со временем стало очевидно, что это была хорошо спланированная провокация. Все прекрасно знают, что там не были убиты мирные жители, что были убиты, свезены в деревню, положены на дороге, переодеты в мирные одежды албанские боевики. К такому выводу пришла и независимая комиссия финских патологоанатомов, которая обследовала останки застреленных в Рачеке жителей. На их пальцах были найдены следы пороха. Пулевые отверстия обнаружены в телах, но не в одежде, которая оставалась нетронутой. И погибли они в бою с сербскими войсками. Они были убиты выстрелом в голову с близкого расстояния, как сообщала западная пресса. Провокация шестая. Ирак. 2003 год. Наконец, поводом к войне в Ираке были сфабрикованные обвинения о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Вспомним госсекретаря США Колина Пауэлла, размахивающего пробиркой с ядовитым веществом на заседании ООН. Позже в своих мемуарах Пауэлл писал, что был убежден в правильности данных американской разведки. Сегодня Джон Кэрри сообщает нам, что он убежден в правильности данных все той же разведки, согласно которым химическое оружие под Дамаском использовал Башар Асад. Цена этой убежденности известна. Она лишь подтверждает, что вся история американских войн это история подлогов и провокаций. Александр Терентьев, Александр Федоров. Аналитическая программа «Постскриптум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова